привет чуваки с вами говно да да не удивляйтесь с вами говно 007 и сегодня я открываю новый формат который будет называться вопрос-ответ итак чуваки первый вопрос я не буду сообщать кто пишет вопрос поэтому потому что некие очень такие специальные я их не могу читать и не могу выговаривать поэтому я буду просто читать вопрос все вопросы которые вы мне пишите я иногда читать буду ну сокращен вопрос сокращенная очень длинно пишите поэтому буду сокращать вопрос по своему желанию так первый вопрос вы с женой обращаетесь к семейному психологу если нет то хотелось бы я конечно обращаю чуваки неужели вы думаете что с такой тёлкой как юлька может нормальный человек ну жить без помощи психолога короче ну не обойтись поэтому я обращаюсь это даже стоит немного денег вопрос номер два скажи ты самого детства ведешь здоровый образ жизни ну короче чувак спрашивает самого детства же веду здоровый образ жизни ну да в принципе самого детства я не пью и не курю все чуваки очень просто просто мне алкоголь на вкус не нравится если бы алкоголь был на вкус ну типа там как кока-кола я боже наверно был алкашом потому мне наверное просто повезло многие говорят что вот у тебя такой характер ты типа не пьешь какой нахер характер мне не нравится алкоголь на вкус элементарно просто не нравится как как бы вот ну если я вам скажу что моча вкусная я ее мочу пью каждый день вы же не будете пить мочу потому что вам на вкус моча не понравится вот для меня алкоголь это как моча есть некоторые вина которые я пью но очень редко это 5 процентные итальянские мускатные вина но об этом я захерачиваю отдельную передачу говно откуда знаешь ванамаса чуваки много вам парил мозги с ванамасом но раз такой вопрос задали надо от него ответить честно от души чуваки я ванамаса не знаю вообще не знаю я его я не веду лично вот тык на тык ванамаса я не знаю значит следующий вопрос говно где выгуливают собак у вас в швеции в специальных парках если на стыд на столб вытирать надо да собак выгуливают не специальных парках легче сказать так собак не выгуливают там где их нельзя выгуливать там есть специальные таблички где конкретно написано выгул выгул собак запрещен поэтому там выгуливать нельзя но если выгуливаешь там вдруг собака насрет тоже он спрашивает придет штраф тогда типа ну в принципе штраф я не думаю что придет просто люди когда выгуливают собак они берут с собой пакетики такие маленькие то есть собака насрала пакет одевают на руку да берут говно и так раз пакет и уже говно в пакете заворачивают и в мусорку выбрасывают так что штрафа не будет но могут такие недовольные такие энтузиасты да сказать а пидар типа здесь собак выгуливать нельзя вот еще он спрашивает если собака насыт на столб вытирать надо да но если насыт на столб вытирать ну не надо высохнет много ли по улицам ходит полицейских могу сразу за чуваки вот если сравнить мою молодость да когда жил в ссср и там полицейские военные ходили на каждом углу в швеции как правило ну чтоб ходили по улицам такого я вообще не видел только есть одно место где они ходят это в самом центре города в таком в большом большом магазине такой обалденный там нас большой магазин вот там они еще ходят иначе они только ездят на автомобилях следующий вопрос зачем миллионер работает грузчиком ну то бишь это я миллионер зачем я работаю грузчиком и выбивает банки из людей насильно что-то вообще то не складно тут чуваки а что вы считаете миллионер не должен работать или миллионер не должен работать грузчиком я еще раз хочу узнать чуваки я хочу поломать стереотип слова грузчик я не знаю как в ссср было я не знаю не знаю как в россии но в швеции грузчик может зарабатывать больше чем дантист поэтому если я миллионер а я миллионер и работаю грузчиком то ничего там странного нету если вам не нравится слово грузчик ну представьте себе такой вариант серёжа грузчик нет серёжа миллионер работая дантистом писать еще все что я просто ну дантист дальше и зачем он выбивает банки с людей насильно а почему не должен выбивать банки потому что когда раньше я скажу вам честно я раньше и сам банки выбрасывал но я-то миллионер у меня бабки есть а у наших грузчиков бабок нету и каждый раз когда я выбрасывал банку в мусорный бачок я находил там кучу других банок которые наши грузчики выбрасывали этот бачок стоит у нас на работе я всегда им говорил вот ты у меня деньги занимаешь зачем ты банку выбросил только что но это же не деньги я пошел просто тупо на принцип я сказал а можно я буду ваши банки теперь собирать да собирай типа и вот я сейчас собираю банки на которые покупаю лотерею это уже рассказывал своих предыдущих роликах на которые покупаю лотерею и на которые банки я выиграю миллион и мы пойдем все в черногорию но когда я выиграю этот миллион я приду на нашу фирму покажу этот лотерейный билет с выигрышем миллион и скажу вот я выиграл чуваки миллион а знаете на что я выиграл на ваши банки но по-моему ясно про миллионеров и банки как познакомился с женой но об этом был уже ролик в говно 007 вы когда у меня было но я сделаю еще этот ролик поэтому на этот вопрос отвечать не буду я лучше сделаю еще один ролик какой праздник больше празднуют рождество или новый год какая атмосфера на новый год но атмосфера праздничная все бухают на новый год праздник больше празднуют рождество вот поэтому так вот а атмосфера такая как везде люди хотят побухать повеселиться попраздновать и не пойти на работу представь себе следующий вопрос тебе дают шикарный особняк машину и работу в крупной фирме грузчиков где море пианин ты бы остался в швеции или уехал бы тогда в россию но имеется ввиду не в россии далее особняк и машину и работу грузчиком и где много пианин не чуваки я бы в россию не поехал я в россии себя не буду чувствовать комфортно я большую часть сознательной жизни прожил швецию швеции и поэтому в россии мне комфортно не будет а особняк и машина и работу в работу грузчиком где будет много пианин это все я могу и в швеции поиметь ну я имею ввиду машина у меня была шикарная вы знаете какая у меня машина была особняк мне не нужен не люблю я жить в доме но при возможности у нас юка есть такая возможность купить особняк и я вам даже скажу не хилый особняк машина тоже продал корвет поэтому я сейчас только на аудио 3 как бы задолбало мне две машины иметь и вообще корвет это не машина это просто игрушка ну ладно смотрим дальше значит чуваки сколько языков знаешь и на каком уровне ну я знаю русский я знаю шведский вот эти два языка которые знаю на хорошем уровне когда-то я знал украинский мог писать читать и говорить на украинском сейчас уже навряд ли смогу но если украинцы говорят между собой то я в принципе на 95 процентов все понимаю даже может быть камать запилю передачу когда я с вами буду размывлят и на украинскую мове не знаю когда получится но я попробую вот а остальные языки типа там немецкий английский я знаю так типа на распальцовки только вот такая вот херня чуваки вот такие вот вопросики как раз я уложился в 10 минут но посмотрим что будет если вам понравится этот формат то я буду продолжать только пишите вопросы такие постарайтесь писать покороче тут я какой-то вопрос еще пропустил мне один чувак написал там было очень много вопросов я видать это пропустил короче но если что пиши чувак еще раз попробую ответить ну ладно чуваки на этом будем заканчивать рублику 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 вопрос ответ и как всегда конца передачи приглашите звук чтоб соседи не проснулись